Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! Приятного просмотра! Давно я уже не выходила, с вами не болтала, по крайней мере, по моим меркам это достаточно давно. Может быть, по вашим это не так давно. Вы можете слышать, что у меня заложен нос и я гнусавлю. Дело в том, что мы тут все болели. Достаточно у нас был неприятный длинный вирус. Больше недели он длится. Я до сих пор еще не вылечилась. Да, Лёвочка, возьми зайчика. Смотрите, какой у нас зайчик классный есть для Лёвочки. Вот. Но если вы подписываете на мой Инстаграм, то вы уже и так обо всем узнаете. Поэтому обязательно, обязательно подписывайтесь. Потому что на Инстаграме сейчас там вообще бомба. Там сейчас такой контент, который я раньше никогда не выставляла и решила проэкспериментировать. Многим из вас очень нравится. Мне приятно читать ваши отзывы. На Инстаграме сейчас меня в тысячу раз больше, чем здесь на Ютубе. Поэтому обязательно подписывайтесь. Тем, кому интересно узнать последние новости. От меня, от нашей семьи и так далее. Да, вот Лёва тоже говорит. Дя-дя-дя-дя-дя-дя. Обязательно подписывайтесь на мамин Инстаграм. Ну так вот, о чем я? Вот эта вся неделя была достаточно тяжелая. В плане того, что мы болели. Смотри, какой слоник. Вот. И из-за этого, конечно, мы все выбились из ритма. Выбились из ритма жизни. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. У Лёвочки были зубы. Вы видели, я там снимала свою реакцию на всю эту ситуацию с зубами. Это, конечно, непросто, когда ты болеешь, когда у ребенка зубы, и он постоянно 24 на 7 ноет, недовольный, потому что все это болит, все это зудит. Конечно, это тяжело. Я думаю, что мамочки меня поймут. Но, опять-таки, зубы – это неотъемлемый момент детей, детского взросления, детского развития и так далее. То есть, понятное дело, что я это тоже все принимаю как должное. Просто, да, тяжело. Я врать не буду. Я, вы знаете, открытый человек. Я всегда с вами делюсь тем, что я чувствую, что я думаю и так далее. Я не вижу смысла притворяться. Вот. Ну, в общем, да, зубы. Я болела. Несколько дней вообще у меня была температура. Ой, че-че-че-че-че-че-че. Ты хочешь, чтобы только тебе внимание уделяли? Только хочешь, чтобы тебе внимание уделяли? Да. Лёвочка хочет, чтобы только ему внимание уделяли. Да. Мама, Лёвочка. Лёвочка. Интересное у мамы украшение. Он нравится ему цепочку брать. Прошло уже достаточное количество часов. Я сейчас, наконец-то, Лёву уложила спать. Закрутилась, завертелась. В общем, сейчас у него такой возраст. Скоро будет 8 месяцев. И, ну, я думаю, что многие мамы знают, что это такой достаточно непростой возраст. Потому что они начинают везде лезть всему интересоваться. Ну, по крайней мере, Лёва такой. Он очень любознательный. Он везде просто хочет всё поспеть, всё узнать, всё посмотреть, всё пощупать, всё потрогать. У него вылезло два зуба. Я вам тоже уже рассказывала всё это на Инстаграме. Всю ночь вот эпопеи с зубами. И сижу в ночнушке, потому что снимала вайн очередной. Выставила уже его на Инстаграм. Кстати, я думаю, что я, может быть, его вставлю здесь тоже сейчас. Чтобы для тех, кто не подписан на мой Инстаграм, смогли посмотреть, что это за вайны такие. Может быть, кто-то вообще не знает, что это такое. А для тех, кто подписан и уже смотрел, ну, ничего страшного. Ещё раз посмотрите и поднимите себе настроение. Многим из вас, кстати, нравится. Так что сейчас пущу сюда свой вайн сегодняшний с этой ночнушкой и дальше буду говорить. Короче, ребят, тот вайн я не смогла выложить, потому что его заблокировал Ютуб. Так что если вы хотите его посмотреть, то посмотрите его в моём Инстаграме. Вместо того вайна я выставляю другой вайн, который я уже выпустила на Инстаграм раньше, который называется «Когда мама приехала помогать». Надеюсь, вам понравится. Алло, мам, привет! Можешь, пожалуйста, сегодня приехать помочь мне с мелким посидеть? А то ты сегодня какой-то очень неспокойный. Я боюсь, я без твоей помощи не справлюсь. Ага, спасибо. Где там мой внучок, любимый? Иди к бабушке. Ой, как ты подрост. Ой, какой большой мальчик. Ну, что ты плачешь? Иди к мамочке. Вот, я тут наила водички, дай ему водички. Мам, ну мы же на ГВ, но педиатр сказала, что на ГВ можно не допаивать. Послушай меня, я родила троих детей. Мы в своё время всегда допаивали. ГВ, не ГВ, какая разница? Обязательно давай ему водичку. Ты чего? Опять ему памперсы собираешься надевать? Вот, пустили марлечку, там всё должно проветриваться. Ты что хочешь, чтобы он у тебя там весь перепрел? Вот в наше время никаких памперсов, ничего этого не было, все здоровые выросли. Он голодный, я тебе говорю. Да не голодный он, он же пять минут назад поел, он просто хочет спать, он устал. А я тебе говорю, он голодный. Он просто хочет спать. Он голодный, я тебе говорю. Он не голодный. Да я родила троих детей, послушай маму с опытом. Голодный. Ну что, доченька, мне пора, рада была тебе помочь. И с внучком повидаться такой, что ты сладенький. Обращайся, если что. Спасибо, мам, я бы с твоей помощью точно не справилась. Надеюсь, что вам понравилось. Некоторые, конечно, в Инстаграме отреагировали весьма и весьма странно. Ну, то есть, как бы, вайны это юмористические видео, их не нужно прям воспринимать буквально за чистую монету. Но, как обычно, находятся, конечно, люди адекватные, находятся люди неадекватные, так же, как и здесь, на Ютьюбе. Я, кстати, рада, что от меня отсеялось огромное количество неадеквата. От меня ушло больше тысячи подписчиков. И я, честно говоря, была очень и очень этому рада. Потому что, ну, мне неадекватные люди, которые просто меня не понимают, которым я неприятна. Зачем они мне нужны? Они мне нафиг не нужны. Поэтому я рада, что остаются те, кому я действительно интересна такая, какая я есть. А не какая-нибудь там выдуманная Инстаграм-мамулечка, у которой все шикарно, прекрасно, в шоколад, никаких проблем, никаких забот и так далее. Ну, так вот, я немножко отвлеклась. Сейчас мое основное время, конечно же, на Инстаграме. Я уже неоднократно об этом говорила. Почему я об этом повторяюсь? Потому что я очень люблю взаимосвязь со своей аудиторией. И, конечно же, я хочу вас сюда пригласить, чтобы подписалось на меня больше человек в Инстаграме и следили за моей жизнью, что у меня будет происходить. Так вот, мы улетаем, мы уезжаем. Я уже об этом говорила. Здесь, на YouTube, вот говорю сегодня первый раз. Улетаем уже послезавтра. Не знаю, когда вы сможете посмотреть это видео, но, может быть, сегодня, если Лёва мне даст, разрешит смонтировать, я смогу смонтировать и выставить его быстренько на канал. Ну, в общем, да, улетаем мы послезавтра, на Пасху, полетим в Англию, потом полетим в Шотландию. И, конечно же, весь свой, все это путешествие я буду снимать на Инстаграм. Это будет наш первый полет с малышом. Вы знаете, что я, у нас была уже запланирована поездка, когда Лёве было 3 с небольшим месяца на Новый год. Мы должны были тоже ехать в Англию, но по моей инициативе мы отказались, не поехали, потому что я посчитала, что Лёва еще не готов. Он был еще очень маленький и зимний период, болезни всякие, вирусы и так далее. В общем, я решила не ехать. Здесь тоже было очень много поводов, по поводу этого было много споров у меня здесь на канале в комментариях. Но мне иногда просто непонятно, как люди могут судить меня вообще, не зная всей ситуации, начинают вешать какие-то ярлыки. Мне просто, если честно, иногда смешно становится, насколько люди умеют осуждать других людей, вообще не зная, что у них происходит. Это, конечно, блин, просто вышка всего. Но, в общем, да, если честно, сейчас я уже нахожусь на такой стадии, что мне абсолютно пофиг. Вот после ребенка, да, я изменилась. Мне многие писали, что Аня, это стало другого, это изменилось. Да, я очень рада, что я изменилась. Я очень рада, что ко мне пришло после родов, я не знаю, с гормональными изменениями или с чем это связано, что ко мне пришло это озарение. Что, блин, я устала, всем нравится, я устала быть какой-то искусственной, я такая, какая я есть. Да, я меняюсь, я завтра опять буду, может быть, другая. Ну, и в этом вся я. И если люди этого не могут понять, если люди этого не могут принять, да и ради бога. Я таких людей тоже не понимаю и тоже не принимаю. Поэтому, как бы, это все взаимно. Я действительно изменилась. Для себя я изменилась в лучшую сторону. Я начала писать, чего я никогда не думала, что я буду делать. Вот на Инстаграме я уже выставила свой рассказ про Америку. Это очень просто, не знаю, взрывная мозг, взрывающая история, которая со мной приключилась в 2010 году. Я ее еще не докончила, но многие мне писали, девочки, что я пишу классно, как будто они читают роман. Мне настолько это приятно, получать такой фидбэк. Мне настолько приятно иметь возможность делиться и рассказывать вам какие-то истории. Особенно вот эта, она до сих пор сидит у меня в голове, как будто это было вчера. Потому что история просто сногсшибательна. Я уже написала 8 частей. И мне уже люди пишут, когда ты будешь продолжение писать. Но у меня сегодня нет времени, потому что для того, чтобы писать, мне нужна полная тишина. Знаете, говорят, писатели часто уезжают в деревню. Я, конечно, не считаю себя писателем, но многие говорят, что я могу и книгу написать, что у меня хорошо получается. Но, в общем, мне тяжело, когда Лева, когда я одна с ним, особенно сейчас, он постоянно требует внимания. И мне сложно сконцентрироваться. Но как только, так сразу я его взять и буду писать продолжение. В общем, да, мы улетаем на Пасху к родителям моего мужа. Я, конечно, немножечко переживаю, потому что это первое наше путешествие на самолете с мелким. И надеюсь, что все пройдет хорошо. Надеюсь, что я уже, честно говоря, очень хочу поехать, потому что для меня это будет просто как глоток свежего воздуха. Я очень люблю путешествовать. Вы наверняка это знаете. И до рождения Левы, до того, как я забеременела, я путешествовала регулярно. Были мы с мужем в очень многих странах. И в Англию я ездила часто. И, конечно же, беременность. Я никуда не путешествовала на самолете. И потом уже, когда Лева родился, вот это будет первое наше путешествие. Так что прошло уже полтора года, даже больше, наверное, полутора лет моего последнего путешествия. Вот. Так что, да, в общем, хотела вам рассказать вот такие вот новости. Нравится видео, поддержите. Не нравится, не поддерживайте. Это абсолютно ваше право. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. Те, кто хочет и кому интересно за мной следить, за моим творчеством. Потому что у меня очень-очень много в голове всего крутого, о чем я раньше даже просто не могла задуматься. И все это я буду выставлять на инстаграм. Я не буду забрасывать ютуб. Сразу опережаю многие вопросы. Я не забрасываю ютуб. Просто на данный момент у меня нет времени и на ютуб, и на инстаграм. Там больше и легче мне загрузить информацию и быстрее гораздо ее вам дать там на инстаграме, когда Лева подрастет. Может быть, все поменяется. Может быть, у меня уже к тому времени будет второй ребенок, кто знает. Опять-таки, вы узнаете первыми на инстаграме. Ну, в общем, ладно. Спасибо. Подписывайтесь на канал, потому что, как я уже сказала, забрасывать я не буду. Здесь будут более длинные видео, потому что на инстаграме все быстро-быстро-быстро-быстро. Здесь будет более длинные, более такие какие-то, может быть, мои размышления, влоги. Я постараюсь снимать также влоги на канал из Англии, но посмотрим, как получится. Потому что с маленьким ребенком, думаю, что может и не получится, а может быть и получится. В общем, зависит будет, как Лева себя будет вести, сколько у меня будет свободного времени. В общем, да. Спасибо большое, что посмотрели. Видите, быстро-быстро-быстро, потому что я очень голодная, хочу кушать. И также хочу вам быстренько сделать такой аутапдейт. Желаю вам крепкого здоровья. Здоровья ваше. Субтитры создавал DimaTorzok